Это программа «Аберативная съемка». Здравствуйте! И сразу главным новостям недели. Полицейские Владивостока задержали молодого человека, который едва не зарезал девушку. Бывшему генеральному директору хоккейного клуба «Адмирал» самому известному политехнологу Приморья Илье Спокойного предъявили обвинение в мошенничестве. А также Совет Федерации одобрил законопроект о натуральных выплатах по ОСАГО. И первую партию кнопок «Эроглонас» скоро привезут во Владивосток. Очередной митинг автовладельцев по поводу кнопки экстренного реагирования провести не удалось. Администрация крайне согласовала активистам поданную ими заявку. Однако некоторые автовладельцы все равно пришли в назначенный день и временно запланированное место встречи. Особо смелые даже провели одиночный пикет. Отмечу, первую партию кнопок «Эроглонас» привезут во Владивосток 4 апреля. Об этом на встрече с журналистами заявило руководство АО «Глонас». Правда, кнопок будет всего тысяча штук, в то время как на складах Владивостока уже скопилось около двух тысяч машин, не считая автомобилей в Японии, которые готовят к отправке в краевой центр. А когда прибудет вторая партия кнопок, никому неизвестно. И вопрос, как часто их потом будут поставлять в Приморье, тоже остается без ответа. Понятно, что изменений как таковые сейчас мы еще не получили, мы только их слышим, ощущений еще тоже нет никаких. Но то, что обстановка нагнетена уже, социальная напряженность, но благодаря вот этой инициативе как-то это все уже сходит на нет. Во время пресс-конференции разработчики заключили договор с пока единственной компанией, которая теперь имеет официальное право устанавливать кнопки «Эра» в Приморье. Подрядчик даже придумал порядок вручения заветных устройств. 1 апреля планируем начать электронную запись и при поступлении приборов «Эроглонас» с 5 числа готовы масштабно приступить к их установке и активации. В ночь на 20 марта во дворе одного из домов по улице Адмирала Кузнецова загорелся автомобиль. Подозреваемого в поджоге задержали рядом с местом происшествия. Как выяснилось, 27-летний гражданин, проживающий в соседнем доме, положил автомобильную покрышку под Prius в район бензобака. Сверху накидал хворостой и поджег его. Мужчину доставили в отделение полиции. По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбудили уголовное дело. Полицейские Владивостока задержали молодого человека, который едва не зарезал девушку. Всему виной наркотики. О странном поведении жильца одной из квартир на Фадеева 6, который вышвыривал вещи с окна, сообщили его соседи. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, буйный гражданин уже перестал выкидывать все подряд с балкона. Вместо этого он взял в заложники девушку, которая находилась в его квартире. Приставил к ее горлу нож и сам высунулся в окно. Полицейские провели переговоры с буйным Владивостокцем. В итоге 19-летний парень отпустил заложницу и сдался. Его отправили в краевой наркодиспансер для медицинского освидетельствования. Во вторник горело отделение МВД на Махалина. По словам очевидцев, возгорание началось в подвале здания и перекинулось на верхние этажи. Отдел полиции и люди, живущие в доме, успели покинуть помещение. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Причины возгорания устанавливают специалисты. Кулачные бои на проезжей части засняли очевидцы. Дело было в районе Кольца Запорожской. По всей видимости, два неравновешенных молодых человека не поделили дорогу и решили выяснить, кто прав самым примитивным способом. За схваткой наблюдали проезжавшие мимо автомобилисты. Некоторые из них даже делали ставки. Вскоре в ситуацию вмешался один из очевидцев, который развел бойцов по углам. Во Владивостоке автомобилисты задержали пьяного водителя, сообщает Ньюсбокс 24. В плотном потоке машин по федеральной трассе мужчину штормило так, что у самих наблюдавших за его пируэтами кружилась голова. Если бы не бетонные отбойники, Ниссан мог вылететь на встречную полосу. Каким-то чудом рулевой малолитражки доехал до Магнитогорской, где его остановили очевидцы. Сразу стало понятно, что автомобилист был в сильном алкогольном опьянении, поэтому его попросили с вещами на выход. После того, как пьяного мужчину отвели на тротуар, граждане отогнали к обочине и его машину. После этого очевидцы вызвали ГИБДД. Аресты, запреты суды. Меры, на которые вынуждена идти энергокомпания ДГК. Долги жителей Владивостока, Артема и Партизанска за теплоснабжение достигли критической отметки. На сегодняшний день это почти 2 миллиарда рублей. В общей сложности 20 тысяч квартир по трём городам – должники, которые воспринимают наличие теплоснабжения, как данность, а не как коммунальную услугу, которую необходимо ежемесячно оплачивать. Если их поделить на подкатегории, что ли, в процентном соотношении, то процентов 5 – это порядка 9 тысяч лицевых счетов. Это должники, которые в принципе не платят за тепловую энергию и горячую воду. По ним сумма задолженности на сегодняшний день составляет 948 миллионов рублей. Это 5% из должников, у которых имеется высокий уровень дохода. Остальная масса, 90% должников – это должники, которые – это работающие население, либо пенсионеры, то есть которые получают периодический доход, но не всегда могут донести денежные средства до нас. Тем не менее, энергокомпания идёт навстречу потребителям. Должник может заключить соглашение о реструктуризации. Этот договор позволяет оплатить долг частями в течение года. А если сумма очень большая, специалисты могут продлить срок. Кроме этого, соглашение защищает от пений и визитов судебных приставов. Уже бывшему генеральному директору хоккейного клуба «Адмирал» самому известному политехнологу Приморья Еле Спокойного предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он совместно с группой лиц похитил бюджетные средства Приморского края, выделенные на приобретение комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для детей. Об этом сообщили на сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. В период с мая 2014 по июнь 2016 года Илья Спокойнов, зная о реализации программы Приморского края развития физической культуры и спорта Приморского края на 2013-2020 годы, организовал хищение денежных средств, выделенных из бюджета Приморского края для приобретения комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для ГСАУ ДОТ детско-юношеской спортивной школы. Благодаря преступной схеме фигуранта, часть выделенных денежных средств в размере почти 62,5 миллионов рублей была похищена им и его сообщниками. Похищенными деньгами преступная группа распорядилась по своему усмотрению, заявила Аврора Римская, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. Остается добавить, что в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Мужчина на лыжах провалился под лед в Приморье. До этого список беспечных людей пополняли только рыбаки, а также их машины. Происшествие случилось в акватории Амурского залива у низководного моста. Причем изначально сотрудники Приморской краевой поисково-спасательной службы поехали в район ЖД станции Угольная вызволять троих рыбаков. Приехав на место, специалисты выяснили, что мужчины выбрались сами и помощь уже не нужна. В то же время рядом терпит бедствие лыжник. В операции участвовали пять спасателей и катер на воздушной подушке. Мужчину сотрудники МЧС с признаками переохлаждения передали бригаде скорой помощи. Потерпевший по делу Нонны Лепехиной, которая сбила на зебре пару, обжаловал приговор суда. До вынесения решения по апелляции, приговоренной к четырем годам колонии поселения, девушка будет находиться в СИЗО, сообщает Примомедия. Обжаловать приговор решил брат Ксении Казаченок, погибший в результате ДТП. «Мы с подзащитным считаем, что вынесенный приговор слишком мягкий. На наш взгляд, нужно было применить такую статью, согласно которой можно было бы назначить отбывание наказания в колонии общего режима вместо колонии поселения. Кроме того, срок лишения водительских прав для Лепехиной составил два года, хотя максимальный – три года», – пояснил адвокат Андрея Казаченко Геннадий Григорьев. Напомню, 3 марта Фрунзийский районный суд признал Нону Лепехина виновной и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселений и запрета на управление транспортным средством. Также суд частично удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда. Совет Федерации одобрил законопроект о натуральных выплатах по ОСАГО. Отныне деньги будут выплачивать только в виде исключения, а страховая компания будет выбирать автосервис. Новшество призвано упорядочить взаимоотношения между страховщиком и автовладельцем. Новый документ касается только физических лиц, которые вновь заключат договоры. При получении полиса ОСАГО автовладелец сам выбирает СТО из предложенного списка страховой компании. Однако по согласованию сторон собственник может выбрать иную мастерскую. Основные требования к ремонту. Автосервис должен находиться в пределах 50 километров от места ДТП или места жительства автовладельца. А также срок ремонта не должен превышать 30 дней. И самое главное, мастера должны использовать только новые запчасти. Когда страховая компания производит ремонт, меняет какую-то деталь. То есть она гарантирует, что дает гарантию на этот ремонт на 6 месяцев. То есть в тени 6 месяцев поломки в этой части не произойдет. Аналогичная гарантия, но более продолжительная, она распространяется на кузовные работы и на работы, связанные с лакокрасочным материалом. То есть там продолжено 12 месяцев. В случае некачественного ремонта или затягивания его сроков, ответственность ложится на плечи страховщиков в полпроцента от суммы за каждый день просрочки. Стоит отметить, те машины, возраст которых не превышает двух лет, страховая компания обязана ремонтировать у официальных дилеров. Если такой станции в списке партнеров нет, а на другую мастерскую автовладелец не согласится, то в таком случае возможно денежная выплата. Также наличные можно получить и в случаях, когда автомобиль нельзя восстановить после аварии, гибели человека, если стоимость ремонта превышает 400 тысяч рублей, а также если потерпевший является инвалидом. По оценке специалистов, положительный эффект от нововведения ожидается в течение одного года. На сегодня все. До встречи на восьмом. Субтитры подогнал «Симон»